Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 августа, и я вот после сбора такого общего томатов хочу вам показать самые-самые холодоустойчивые сорта. Как раз предоставилась такая возможность, что они собрались здесь вместе. Подожди минутку. Вот, конечно, и Настенька, вот у меня вот Настенька, и алтайский сюрприз, и любимый праздник. Они более-менее как устойчивы к похолоданиям. Вот здесь у меня и сибирское яблоко, вот, потом вот пудовик. Но, конечно, самые-самые стойкие, это вот эти вот, про которые я говорила, сорта со снежными названиями. Вот это полюс, видите, вот такой. Челнок тоже я сюда отношу, потому что он тоже весной похолодание нормально переносит. Это, конечно же, вот эта вот метелица, это буян, и еще у меня здесь, конечно, не вошло все на стол. Это и таймыр, и подснежник. И если полюс, видите, он более-менее как мелковат, а еще нынче из-за того, что была жара, не хватало влаги, он вообще маленький получился, то, смотрите, то метелица, это вполне такие, ну как, вполне нормальные томаты. Они вот, я их подержала немножко подольше, у нас дождь прошел, лопнули. Но вообще они вес 150, даже до 200 грамм. Несмотря на свою вот эту вот холодостойкость, в них такие сочетания хорошие, что они и ранние, и компактные, и холодостойкие, но еще и крупные плоды, и вкусные. И также хочу сказать буян. Если челнок, он немножко мелковат, для кого-то может показаться, только для консервирования его применяют, то буян, вот одна женщина написала, она говорит, что у меня буян всегда самый сладкий, то буян это уже полноценные такие томаты, видите вес какой, до 180, до 200 грамм первые кисти могут доходить. И их с удовольствием люди применяют в еду. И вот эти ранние сорта, которые низкорослые, которые штамбовые, компактные, и к которым некоторые серьезно не относятся, они могут вам дать такой урожай, что вы будете довольны и счастливы. Вот видите, если, например, у меня всего по несколько кустиков, по 5, по 6, по 7 кустов сажу, но они до того облеплены урожаем, что их очень-очень много. И пока вот эти вот красавицы крупноплодные у меня дозревают, пока они сформируют свои вот эти огромные, конечно они вкусные, конечно они вкуснее, я даже тут не буду с вами спорить, они и вкуснее, у них и мясо больше, они и сладше, но они так долго висят, они так долго спеют, а эти вот они уже наливные, такие аппетитные, как яблочко, так и просятся, ну возьми меня, хозяин, скушай. Мы вот давно кушаем, и вот эти, кстати, полюс, даже самые-самые маленькие, они нынче такие сладкие, такие мясистые, так что не отказывайтесь от мелкоплодных сортов, от всех вот этих, которые ранние, которые скороспелки, они могут вырасти очень вкусно, им дать вам хороший урожай, и если вот эти вот крупные вы использовать будете на салаты, то это, пожалуйста, на всякие заготовки, на соление, на пережарки, очень хорошие сорта, удобно тем, что они не капризные, они похолодание хорошо выносят, закаленные такие, вроде как, уже они специально приготовлены приготовлены для жизни в экстремальных условиях, всё. Вот это был краткий общий видеообзор вот тех сортов, которые я выращиваю. Конечно, я не говорю, что они вообще самые холодостойкие, я выделила вот эти сорта из своих, какие я выращиваю, какие показывают хороший результат, именно вот со снежными названиями, с холодными. Если увидите, а у меня ещё есть там льдинка, если увидите вот такое название на пачке, это значит, что томат хорошо переносит временное понижение температуры. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это все-все мои томаты, какие есть. Сейчас описываю по одному сорту и старые, и новые. Теперь массовый разбор идёт, уже некогда по одному сорту отделять. Вот принесла несколько ведер, рассортировала, намыла. Вижу, какой не описывала ещё вам. Сразу раз, быстренько опишу в общей куче. Всё, до свидания.